сегодня заявка на электромонтаж в квартире а это набор инструмента чтобы заработать 10 600 чистыми сегодня покажу частичную замену проводки в квартире заводить буду новый кабель будет щиток в кладовке и дело здесь в том что вот эта розетка задымилась и жильцы уже запереживали решили протянуть несколько новых линий для того чтобы спать спокойно как это жилая квартира работы надо провести максимально чисто использую пылесос для бурения и выдавливания отверстий на этот объект вызывал специалиста перфораторно-штраборезных работ ему заплатил за два часа 1400 чтобы самому заниматься только электрикой это новый щит в квартире от него идут две линии на кухню и одна линия в ванную комнату с новыми розетками спуски кабеля по стене смонтированы в гофре по заданию заказчика на время ремонта так первый день занимались перфораторными работами два часа второй день занимался электромонтажом где-то часов шесть и сегодня еще три часа подключение щитка и мелочевка вот 13000 на этом объекте закончил в понедельник будет следующий ну что вот он объем инструмента следующий объект значит начну со щитка видите установлены 30 вторые автоматы 32 ампер хотя провод здесь кабель идет два с половиной квадрата в общем с этого щита тянем новую линию на варочную поверхность меняю автоматы c32 на c16 здесь пробимся идем по потолку проходим насквозь и в комнате гостиной будет кухня новая нужно по проекту передвинуть несколько розеток так ну вот отходящая линия от автоматов два с половиной квадратных миллиметра провод автоматы стоят 32 сейчас будем менять на 16 и на свет поставлю 50 перемещение розетки для духовки монтаж распред коробки для варочной поверхности монтаж распред коробки для перемещения блока из трех розеток перемещение розетки вытяжки монтаж кабель для варочной поверхности замена вот этого выключателя розетки еще одной розетки замена выключатели в главном щите c32 на c16 и c10 штрабление под кабель варочной поверхности ну что загружаемся в лифт сейчас 20 минут 10 а приехал я сюда в 1130 почти 10 часов один час ушел на то чтобы закупиться и привести материал ну все вместе с закупкой материала 10 часов ушло получается по стоимости 17 100 заработал минус напарник 1400 это 700 15 700 и на такси ушло где-то 1300 сегодня за материалом тоже на такси туда обратно ездил 14 400 чистыми за 10 часов работы ну к работе можно также прибавить вот этот час добираться до дома сейчас загружать в такси ехать и выгружать все это загружать в гараж то же самое в общем-то работа 11 часов занял этот объект это следующий день сегодня новые заявки значит сюда ставим автомат дополнительный делаем на него перемычку одинарный на фазу только да а нолик мы подключим вот к шинке например сюда в той шинке которая есть здесь отверстия чтобы зайти в щиток здесь метр полтора кабеля тут насквозь стена около 30 сантиметров и там спуск кабеля и все так по стоимости сейчас я вам скажу сколько будет тут отверстие 3000 будет 3 до поможет меньше на сколько я так в шоке немножко такой суммы сколько рассчитывать участник куликовской битвы вручу мне награды еще и насколько рассчитывали ну 2 я бы конечно то я так сразу режу и все 2000 еще раз приехать это с учетом не с учетом ну тогда с магазином 2 500 мне надо идти будет автомат покупать еще но автомат будет стоить около двухсот пятидесяти и две с половиной работы в этом магазине нет четверки алюминия два с половиной наверное он маловат будет все таки поэтому пойду в другой магазин новый кабель щитки новый автомат ничего можете включать я там подсадился включите все отлично 22 800 получается да только нарисована но но да только нарисована следующая заявка значит алюминиевый провод сломался в подрозетники розетка работать перестала сейчас будем выдалбливать наращивать 162 47 алюминиевый а трех а все спасибо сейчас закупаюсь и мчу дальше вот это материал сейчас вызываю такси едем на объект разгружаемся завтра на объект привожу инструмент и начинаю работать так на завтра значит два метра штробы перфораторные работы немножко тоже приглашу помощника чтобы мне заниматься только электромонтажными работами без бурения распред коробки подключаю на опрессовку установлены две новые розетки смонтированы две линии к этим розеткам со штроблением две распред коробки одна из них на свет это кабель вводной с этажного щита в этажном щитке установлены автоматы на розетки и на свет на штроборезные перфораторные работы приглашал специалиста ему заплатил 2200 на такси ушло примерно 1000 рублей работа велась около четырех часов плюс час закупка материала и полтора два часа всегда уходит на первый вызов на объект чтобы составить смету и оценить объем работ такой объем инструмента нужен чтобы сделать заменить частичную электрику либо полностью электрику в квартире сейчас вызвал такси будем загружаться сегодня общежитие идем смотреть что случилось с розетками вот такое сообщение пришло в один из дней в двадцать три двадцать перестали работать в комнате розетки и чтобы не ехать из-за того чтобы просто включить автомат питания попытался решить этот вопрос в переписке мне отправили фото счета и там все автоматы были собраны в туалете фен включили а где розетка? вот эта розетка? там провод отошел ну тут все включено так ну проводок то тут отвалился понятно скорее всего это шлейф шел на другие розетки вот он проводок отвалился возможно фазный или нолик так это у нас фаза выключите автоматы которые там по одному да все 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 не трогайте больше сейчас здесь подсоединю все две тысячи сдача сейчас посмотрю вот один из минусов подключения розеток шлейфом если отошел в контакт то не будет вся группа розеток работать поэтому я сторонник все таки на каждую розетку с распред коробки кидать свой кабель чтобы они розетки были независимы друг от друга а в распред коробке уже подсоединение опрессовкой опрессовка уже не разъемное соединение а 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 Субтитры подогнал «Симон»